Третий закон механики Ньютон сформулировал так. Действию всегда есть равное и противоположное противодействие. Иначе говоря, взаимодействия двух тел друг на друга между собою равны и направлены в противоположные стороны. Для примера рассмотрим Землю и стоящее на ней тело. Земля притягивает к себе тело, но и оно по третьему закону Ньютона с такой же силой притягивает Землю. Но это еще не все силы, с которыми Земля и тело взаимодействуют между собой. Тело давит на Землю, и Земля, опять-таки по третьему закону Ньютона, с такой же силой давит на тело. Тело неподвижно, значит сумма действующих на него сил по второму закону Ньютона равна нулю. Поэтому сила тяжести равна реакции опоры. Поставим на дорожку с ультразвуковыми датчиками на концах две тележки разной массы и посмотрим, как они будут взаимодействовать друг с другом. Тележки при запуске отталкиваются друг от друга с помощью пружины. Вот скорости тележек. Синяя тележка вдвое большей массы приобрела вдвое меньшую скорость. А импульсы, приобретенные тележками, оказались равными по величине и противоположно направленными. Это равенство приобретенных импульсов можно вывести из законов Ньютона. По третьему закону Ньютона силы, с которыми два тела действуют друг на друга, равны по величине и противоположны по направлению. По второму закону Ньютона изменение импульса тела определяется силой и временем ее действия. Поэтому изменения импульса в двух тел за время Δt также будут равны по величине и противоположны по направлению. Тем самым суммарный импульс системы не изменится. Мы вывели закон сохранения импульса. А сейчас мы покажем, как законы Ньютона применяются при решении задач по механике. Для этого мы собрали установку, которая называется машиной Атвуда. Через блок переброшена нить, на которой уравновешены два груза по 50 грамм каждый. Добавим на одну сторону еще 5 грамм. И грузы приходят в движение. Запишем зависимость скорости от времени с помощью фотоворот. Мы видим, что скорость грузов росла практически равномерно. Значит, они двигались равноускоренно. Ускорение равно отношению приращения скорости к приращению времени. По нашим данным, оно составляет 0,46 метра в секунду за секунду. Теперь сделаем расчет. На каждый из грузов действует сила тяжести и сила натяжения нити. Блок и нить в сравнении с грузами очень легкие, поэтому мы будем считать их невесомыми. Натяжение нити справа и слева от блока одинаковое. Обозначим его через Т. Ускорение грузов тоже одинаковое, потому что они связаны нерастяжимой нитью. Для каждого из грузов запишем второй закон Ньютона. Теперь сложим эти два уравнения и выразим отсюда ускорение. Разность масс в нашем опыте была равна 5 граммам, а сумма масс 105 грамм. Поэтому ускорение грузов должно быть в 21 раз меньше ускорения свободного падения, что составляет 0,47 метра в секунду за секунду. А в эксперименте мы получили 0,46. Чуть меньше из-за того, что блок и нити все-таки имеют небольшую массу, и на блок действует сила трения. КОНЕЦ